Итак, мы продолжаем наш эфир. Если вы думаете, что в 40-50 лет уже нужно идти в пенсию или же думать о каких-то менее активных видах спорта, то вы глубоко ошибаетесь. И сегодняшняя гостья это нам докажет и расскажет. Сегодня у нас в гостях тревел-блогер-путешественница Челпон Даниярова. Доброе утро, Челпон. Доброе утро, Челпон. Как у вас дела? Все хорошо, спасибо. Как вы до нас доехали? На моноколесе, на вингфойле, может быть, на серфе? На этот раз на Марсинь. Отлично. Я на самом деле, когда тебя слушал, еще хотел добавить, это единственная бабушка-кайтер в Кыргызстане у нас сегодня в гостях. Вот так вот. Возможно, даже в Средней Азии, я думаю. Ну да. Возможно, да? Ну, возможно, да. Я не знаю. Ну, в Кыргызстане действительно я одна. Из бабушек катаюсь. Девушки катаются, но вот... Давайте нашим зрителям объясним, что такое вот кайтер. Подробнее об этом расскажут. Кто не знает? Ну, это экстремальные виды спорта, которым можно заниматься именно на воде. Вообще, конечно, это спорт, которым надо любить воду, надо уметь плавать. Мы обучаем этому на Иссыкуле, то есть кайтингу. А потом, когда становится холодно, мы уезжаем в теплые края, и там тоже мы обучаем и сами активно этим занимаемся. У нас единственная... В Кыргызстане единственная школа кайтинга. Кроме кайтинга мы еще обучаем на гидрофоле, на винге, на вейке, на мультивейке. В общем, если вы приедете, посмотрите, попробуйте. Я думаю, вам очень понравится. Челфон, это очень круто. Как вы докатились за такой жизнью? Расскажите, пожалуйста. Вот такая счастливая жизнь. Как вы докатились на моноколесе, да? Реально, это просто очень необычно, потому что я вот для себя выписал, но вы еще какие-то перечислили. Вот я лично для себя выписал. Моноколесо, сёрборд, сабборд, вингфойл, горные лыжи, дайвинг, кстати, еще. Вот именно профессиональный. 40 метров глубина, я знаю, у вас есть сертификат. Что еще? Ну, еще парапланы у нас были в жизни. То есть мы летали, потом я получил небольшую травму, мне муж запретил летать. Вам не хватает экстрима или вот с чем это связано, то, что вы занимаетесь именно такими экстремальными видами спорта, которые действительно опасны, и не все люди на это решатся? На самом деле экстремальный спорт, это, знаете, спорный вопрос, потому что экстремальный, это значит, что нужно просто учиться, я так думаю. А когда ты обучаешься и занимаешься это с инструктором, этот спорт уже не становится опасным. И почему мы этим занимаемся? Ну, наверное, это веяние моего мужа. То есть мой муж, он имел школу параплайдинга, ну, конечно, я пошла туда учиться. Мой муж занимался фридайвингом, он ныряет на 28 метров без акваланга, без ничего. Ну, мне не хватило настолько дышать, но я решила дайвингом заниматься, я обучилась на дайвинге. И так постепенно мы вот переходим от одного этапа жизни к другому. Но я почему-то чем старше становлюсь, тем что-то сложнее. Вот вы говорите про моноколесо, я это вот в 56 лет научилась. Для меня было это, конечно, у меня был самокат. Мой муж говорит, давай твой самокат продавим, купим тебе побольше колесики потом. А сам купил моноколесо, говорит, учись на нем. Одно большое решил все откупить, видимо, там акция была, подешевле была. Ну, такой, зачем нам самокат, два колеса, лучше одно. Значит, ваш супруг вас постоянно натолкает, он вас мотивирует. Да, он говорит, чтобы не стареть, должны мозговые клетки работать. Если ты в зоне комфорта, вот я научилась раньше на виндсерфе, я каталась и не хотела переходить на кайтинг. Я говорю, мне уже 50 лет, не хочу, не хочу. Он такой, ну, давай, попробуй, ну, давай, попробуй. Он научил, я научилась классно кататься на кайте. Это, значит, такой вот, как, если вы видите парашюты, только он такой вот длинненький и как сноуборд доска. Ты встаешь, ловишь ветер, а у тебя есть трапеция. Ты одеваешь трапецию, у тебя руки свободны, ты можешь там помахать, камеру туда присыпать. То есть мне это понравилось, и можно было. Потом я начала прыгать. Прыжки – это еще новый этап. Там больше адреналина, больше счастья, вот когда ты взлетаешь. Ну, тут он мне говорит, давай учись на гидрофойле. Гидрофойл – это тоже с кайтом, но на доске ты взлетаешь на сантиметров, там, 50-60 на такой длинной ноге, и ты летишь, не чувствуешь волны, у тебя колени не устают, и ты вообще там как птица паришь. Сейчас мы были в Египте, и он меня заставил, вот честно, прям заставил научиться на винге. Это новый вид спорта, который в Кыргызстане еще никто, кроме колыбека, не катается. И вот он меня, ну, через силу заставил, и вот только я недавно начала получать удовольствие. Но на самом деле на винге учиться даже легче, потому что сначала ты сапом. Если вы знаете, сап – это стендап-падлборд. Это такая доска, которую, в принципе, может каждый встать и поехать. Это как жесткий надувной матрас, грубо говоря, прям очень простыми словами. Правильно. И на нем, ну, у нас почему-то так не учат, все на коленях катаются. Но на самом деле стендап-падлборд означает, что надо стоя. Тогда работают 80% мышц. И я в те годы обучала людей правильно кататься. К нам приезжали именно кататься. Но сейчас весь Иссыкуль завалили эти стендап этими сапами и… Бизнесмены. Бизнесмены. И дают на прокат, и люди не учатся. Они просто стоят на коленях и просто вот так вот сидя грибут. Ну, это как… Если тебе это нравится, почему нет? Ну, правильно кататься стоя. И вот если к этому просто взять парус, то можно не грести. Взять парус и уже носить. Даже на сапе можно. Да. Обучение начинается с сапа. Сначала ты на сапе с вингом стоишь, и поэтому у тебя уже есть и красивые фоточки. То есть ты за первые полчаса, за час ты уже научился кататься с вот этим вингом. И следующий этап. Уже ты взлетаешь на эту доску, то есть уже тебе дают доску, которая с ногой. И потом ты вот этот вот… Ну, там уже больше адреналина, больше счастья, больше… Ну, и учиться немножко дольше. Челпом. Ну, когда научишься, это счастье. Вы сказали, что вот вингфойл вас муж уговаривал, кое-как, значит, заставил вас. Да, да. Что он должен предложить вам, чтобы вы уже сказали, наконец-то, нет, с меня хватит? Я, наверное, не буду говорить нет, потому что я всегда говорю нет, а когда я потом это научусь, я радуюсь, я счастлива. И когда… Кстати, вот в Египте тоже еще никто этим не занимается, и вот все арабы, кто там в египте, они только на кайте обучали. И когда они увидели, что Колыбек, к нему много иностранцев стало приезжать, обучаться, что Колыбек… И они все такие, ой, мы тоже хотим, мы тоже хотим, попробовали, у них не получилось, они бросили. Но я упорно, я две-три недели училась, и когда я взлетела, они все стояли на пляже, хлопали. И после меня они тоже стали учиться, то есть я их смотивировала. Ну, если эта бабка смогла, то почему бы я не смог? И вот я их смотивировала научиться. Скажите, пожалуйста, а как ваши дети реагируют на вашу любовь к экстриму? Наши дети вот выросли в этом, то есть у нас хоть температура была у детей, хоть что, с суббота, воскресенье мы едем в город кататься на лыжах, если это лыжный сезон. Если не лыжный сезон, то мы едем на парапланы, они с детства летали на тандеме с папой, там это, то есть они, я всегда думала, чтобы у них не было диванных мужей, у них действительно, то есть мужья, которые тоже катаются, то есть это их образ жизни. Мы не делаем свадьбы, мы не ходим на тои, это наша, ну, такая вот установка, принцип, мы не ходим ни на какие-то дни рождения, не справляем. Все наши дети, мы просто им свадебное путешествие подарили, у нас ни у кого из них не было свадеб, ничего, то есть они с детства впитали вкус путешествия. Да, это стиль жизни. Чёплый, я знаю, что в холодное время года вы уезжаете и живете в теплых странах, что здесь вы не обременяете себя жильем, и летом на Иссыкуле вы вообще живете в автодоме, это что-то для меня из американских фильмов, расскажите, как вообще вы к этому пришли, да, дом на колесах, ну, это что-то невероятное. Ну, мы когда-то, ну, начали, когда вот это вот свое путешествие, ну, путешествие на, мы занимались тогда просто, виллсерф называется, это парус, и такая мачта, и вот так вот держишь. Ну, как бы этот вид спорта уже немножко отмирает, во всяком случае у нас на Иссыкуле их все меньше и меньше народу становится, и да, и в Египте их мало стало, потому что там перевозить трудно, мы не можем с собой взять. Эту огромную доску, эту огромную мачту, ну, и кататься тяжелее, и вот нам негде было жить, мы снимали какие-то жилье, и тут нам подвернулась просто эта машина, кто-то из друзей предложил, и мы ее купили, и получается теперь это наш, не только дом, это наш офис, мы переезжаем на разные берега, где лучше ветер, и мы в этом домике обучаем людей, то есть ты покатался, ты можешь там переодеться, ты можешь там чай попить, потому что это не только дом, это наша передвижная станция. Ну да, мобильность обеспечивает, вам удобно, вы не привязаны никакому месту. Сегодня такой ветер, мы туда поехали, сегодня такой ветер, мы там занимаемся. Здорово. Скажите, пожалуйста, а вот бывали ли случаи, возможно, и в Египте, или в Кыргызстане, что какой-то экстремальный вид спорта, где вы рисковали своей жизнью, то есть бывают какие-то риски? Да, бывают, конечно, особенно если ты уже себя уверенно чувствуешь, было так года два моим мужем, что ветер сильный, сначала был хороший по прогнозу, он вышел, и тут ветер стих, и начался сильный улам, и его начало сносить, уносить, ну, у нас есть там спасательные лодки, его просто спасли, ну, как бы поехала лодка за ним, и его вытащил из воды, то есть у нас есть спасательные средства, которые обеспечивают безопасность человека. Но даже это не останавливает нас. Да, но обучаем мы всегда, где мелко, там нету вообще никакой опасности, а это когда ты уже человек, вот, уже уверенно себя чувствует, он начинает рисковать, он начинает делать какие-то, ну, то есть у него было желание дойти до южного берега, обратно, то есть я катаюсь только возле берега, вот так вот, что в любом случае, даже если что, то, то я всегда доплыву. У вас есть, вот, если говорить про воду, да, продолжаем тему воды, только уже сейчас не мелководье, а там, где глубоко у вас есть шикарная фото- и видеосессия, я видел в Инстаграме. Фотосессия, да. Да, я надеюсь, что на наших экранах это появится, и телезрители также это увидят, возможно, уже появлялась, пока мы с вами общались. Да, уже показали. Как вы к этому пришли вообще, где-то вы эту идею увидели и решили перенять, или вам просто она пришла, и вы решили такую красоту сделать? С учетом ваших навыков вы умеете под водой плавать. Где проводилась съемка? Да, кстати. А именно фотосессия, да? Это было в Египте, я там встретила одну девушку, которая этим занимается, и она мне предложила просто походаться. Ну, а так я постоянно ныряю, и я снимаю очень много рыбок и рассказываю. Вот в Инстаграме у меня много таких вот съемок именно про это, и сейчас и в ТикТок почему-то у меня развился. То есть я рассказываю про этих рыбок не как учитель биологии, а я стараюсь что-то живое внести, и очень много детей мне пишут. Что-то, ой, я так боялся плавать, я теперь пошел в бассейн, я научился плавать, благодаря вам я полюбил нырять. Ну, в общем, я думаю, что я приношу, ну вот через свой Инстаграм, кстати, данчулпон подписывайтесь, можно рекламу? Данчулпон, да, Даньярова Чулпон, да. Вот, я там мотивирую взрослых людей заниматься спортом. То есть если я бабушка, это не значит, что я должна сидеть, вязать носки, заниматься только внуками. Я это делаю с удовольствием, занимаюсь внуками, когда я свободна, но я этому жизни не посвятила. То есть я вырастила детей и считаю, что я теперь могу позволить себе заниматься своим здоровьем, собой. И поэтому у нас, наверное, с мужем, вот мы уже много лет живем, теплые отношения, что мы не привязаны к быту. Мы все время путешествуем, а это сближает, потому что мы вдвоем только, да, и у него есть я, у меня есть он. И все советы дает он мне, а все, ну, тоже советы даю я ему, в общем. Мы друг друга поддерживаем, поэтому вот я думаю, что вот секрет наших крепких отношений, именно вот что мы занимаемся экстремальными видами спорта, что мы можем там выплеснуть свою негативную энергию, свое что-то. И именно благодаря путешествиям и мы сблизились намного, то есть у нас теперь и нет практически ссор. По поводу детей я с вами абсолютно согласен, потому что, мне кажется, у любого человека должны быть в жизни свои интересы, это не должны быть только дети, потому что рано или поздно ты сам перестанешь быть интересным для своих детей, если у тебя не будет каких-то своих увлечений, если ты не будешь, если у тебя глаза не будут гореть, в общем. А вы подаете им классный пример. Да, и они тоже любят путешествовать. Вот у меня сейчас Камила, она за полгода, например, в 10 стран объездила, она преподает английский язык, и она онлайн работает. Камила-то ваша дочь? Да, Камила. Ну, у меня две дочки и сын. И все они стараются путешествовать. Даже, знаете, мне даже нравится вот ее подача, вот, чтобы он вывод, говорите, что вот у нас в Мишкеке нет дома, поэтому мы вот снимаем. Мне кажется, вы просто, у вас же есть дети здесь. Но вы просто не хотите к ним ездить, вы думаете, что вот не будем, мы будем лучше жить отдельно. Ну, конечно, я не хочу жить с Гелиной, я не хочу напрягать свою дочку, своих сына, дочь, потому что это их жизнь. Они приводят мне детей на субботу-воскресенье, я с ними играю, занимаюсь, все. Идеальная свекровь. Да. Ну, я надеюсь, что... Ну, у меня и Гелин идеальная, вы, наверное, тоже ее знаете. Да, это ваша Гелин, это у нас модель местная, да? Да, да. Очень знаменитая. Аида Даниярова, да, она снимала в фильме «Салам, Нью-Йорк» в главной роли, и такая у меня звездная Гелин, но она очень добрая, хозяйственная, хорошо следит за детьми, хорошая мать. Я думаю, что мне очень повезло с ней, а ей со мной, потому что я ее не напрягаю ничем. Вот, например, если человек вот хочет начать тоже путешествовать, но я думаю, что у многих есть страх, что это очень дорого стоит. Вот, например, я вот сейчас брошу свою работу, офисную, да, условно? Во сколько? Сегодня? Да. Вот, а если, например, я брошу работу, а вот я пойду путешествовать, вот, на самом деле, а вдруг это дорого, на это же нужны деньги. Вот, если у человека есть такие установки страха, что бы вы им посоветовали? Ну, я думаю, что надо начать путешествовать сначала с какой-то маленькой дозой, то есть попробовать, понравится ли тебе или не понравится, потому что, конечно, доход – это очень важно, поэтому, если вы имеете онлайн-работу, то путешествовать легко, то есть вот все наши друзья, кто живет там, вот мы во Вьетнаме жили, в Таиланде жили, в Египте жили, везде – это фрилансеры, ну, люди, которые имеют онлайн-работу какую-то. Ну, или вот как мой муж, например, он там иногда кайтингом, иногда бингом обучает, то есть у него есть дополнительный какой-то заработок, который позволяет нам там жить. Но мы живем всегда очень в экономном режиме, то есть если вы полетите, например, в Египет на 10 дней, вы потратите 1000 долларов, условно скажем, мы эти 1000 долларов на двоих за месяц тратим, то есть не будем считать билеты, но билеты мы тоже покупаем, например, чартерный рейс, горящий билет, у меня стоит готовый чемодан, и вот кто-то отказался, то есть я поставила чемодан, вот мы в течение недели ждем билеты, он уже все готовый, мне только осталось ручную кладь собрать. Все, вылетаем, вот сегодня нам позвонили в 2 часа дня, что в 6 часов вечера у самолет там есть 2 места. Мы, например, улетели в прошлый раз по 180 долларов туда, долетели, сняли квартиру, квартира нам стоит 400 долларов, здесь снимать квартиру, ну вот, например, в центре моя дочка снимает за 600 долларов, да, получается, то есть здесь дороже, там я снимаю прямо на первой линии, при отеле причем, то есть я могу пользоваться анимацией отелей, я хожу на йогу, я хожу в агунтан, но я не могу питаться в отеле, я не могу за дополнительные деньги, но мы сами готовим, сами стираем, сами убираемся, то есть мы живем в среде, как будто бы мы сами там, египтяне. Да-да-да, местные жители. Да, местные жители. Мы покупаем продукты, где покупают местные жители, мы знаем, где точки, где купить дешевле порошок стиральный, где купить помидоры подешевле, где манго дешевле стоит, то есть мы не туристы, и мы живем в экономном режиме таком, мы не ходим в рестораны, то, что мы занимаемся, вот, чем мне еще нравится Египет, что мы с утра, там всегда с утра ветер, ну, где мы живем, тут район, навык называется, с утра ветер мы катаемся, потом идем обедаем, ну, или завтракаем, у нас его двухразовое питание, обычно завтракаем, и я иду уже нырять, то есть погода успокоилась, и я пошла нырять. И, как бы, вот этот вот стиль жизни, полгода прошло, как будто бы, ну, неделю мы там прожили. Челпом, вот я мог бы спросить у вас, какие бы советы вы дали и рекомендации современной молодежи, потому что я уверен, что вы ее мотивируете, но спрошу немножечко иначе, какие рекомендации, наставления вы дали бы себе 20-летней? Ну, во-первых, я бы выучила английский, потому что сейчас, вот сколько я его не учу, сюда залетела, сюда вылетела, вот это вот очень сложно, то есть английский нужно учить, это вот тебе поможет в любой стране и разговаривать, и найти дешевые продукты, и у тебя больше друзей будет, то есть английский – это в первую очередь, ну, и во-вторых, если ты, ну, имеешь какое-то образование, все-таки надо найти, ну, такую вот среду, что ты можешь не только в офис ходить, ну, а разрабатывать онлайн, тогда ты человек, вот как мой муж говорит, мы люди мира. Граждане мира. Да, граждане мира, то есть у нас кыргызский паспорт, мы любим Кыргызстан, но мы любим все эти страны, где мы не бывали, где в любой стране мы находим, то есть нет такой страны, где я побывала и сказала бы, нет, я больше сюда не приеду. В каждую страну я влюбляюсь, в каждой стране у меня есть друзья, и каждая страна по-своему очень прекрасна. Ну, в Кыргызстан всегда возвращаться радостно, потому что тут горы. Да, все-таки родное. Да, вот мы вот недавно съездили тоже в горы, прям вдыхаешь этот аромат горной реки, горной, самих гор, ну, и люди у нас очень добрые, очень, как бы… Отзывчивые. Спасибо большое Челпон за такое интервью, очень откровенное, вы прям все нам рассказали, открыто, интересно, и я хочу напомнить нашим зрителям, что если вы хотите узнать еще больше о Челпон, вы можете подписаться на нее в инстаграме, дан Челпон, на самом деле очень интересный блог. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Ну, а мы на этом продолжаем наш эфир, и дабы дополнить тему путешествий, далее смотрите рубрику «Сайхат тайм». Все, внимание на экран.